МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастливое лето! Как отдыхают юные югорчане! Я просто поеду, посреди ночевок, а для себя я буду поэби, красивый и цветок. Про добро! Фестиваль молодежи в Ханты-Мансийске. День молодежи – это прекрасный праздник, на котором можно получить достаточно много эмоций, и познакомиться с основными людьми. Например, с голубем. Не часто с голубя увидишь. Нарядные, парадные, такие ненаглядные, такие симпатичные, такие аккуратные. 100 лучших выпускников югры вместе с родителями и педагогами честовали на губернаторском балу. 20 отличников, отмечены медалями за особые успехи в обучении. В числе приглашенных – победители различных конкурсов и олимпиад. В первую очередь спасибо моим родителям, потому что они воспитали во мне стойкость, умение сопротивляться к каким-то жизненным трудностям. Они научили меня стойко преодолевать все препятствия, научили не сдаваться. Валентина у нас единственный ребенок в семье. Но самое главное, наверное, что мы делали, мы поддерживали, верили в ее успех. Уверена, перед лучшими выпускниками югры открыты двери самых престижных вузов страны. Ребята, удачи вам! А мы продолжаем. Более 45 тысяч ребят отдохнут этим летом в лагерях с дневным пребыванием. О незабываемом путешествии в волшебную галактику рассказали юнкоры из Нягоньского центра о помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Прошу открытия лагеря шмены. Волшебная галактика. Давайте посмотрим, как это было. Приходите к нам в лагерь, получите кучу классных впечатлений. В студии Твое ТВ Ольга Вторышина и Юрий Имедеев, начальник юно-армейского палаточного лагеря «Застава». Здравствуйте! Здравствуйте! Сборы юно-армейцев, школа дебатов, лагерь будущих инженеров и много других тематических смен ждут юных югорчан на каникулах. А как отдыхается в вашем лагере? Замечательно отдыхается. В нашем лагере некогда скучать нашим детям, так как направление у нас военно-патриотическое. У нас проводят различного рода экскурсии в этом лагере. И также непосредственно там при лагере приезжают к нам гости. Приезжали сотрудники воздушно-десантных войск, ветераны, которые с нашими детьми организовали мероприятия по укладке парашюта, проводили тренировки по тактической подготовке, проводили занятия по строевой подготовке. Наши дети выезжали в аэропорт к пограничникам, где они окунулись в атмосферу пограничной службы. По итогам дня, каждый раз, когда мы проводили круглый стол, так называемая свечка, где мы подводили итоги, конечно же, ребята в первый день хотели стать все пограничниками, второй день все ребята хотели стать сразу десантниками, далее, когда Центроспас Егория провел с нами занятие, они хотели стать сразу спасателями. В общем, насыщенная программа, где детям некогда было отдыхать вообще. Здорово, спасибо, Юрий. Оля, а ты впервые отдыхала в этом лагере? В этом лагере я отдыхала впервые. Вероятнее всего, пойду туда еще раз, потому что программа очень насыщенная, и мне очень здесь понравилось, в этом лагере. Мне очень понравились экскурсии, на которые мы ездили. Также понравилось стрелять из винтовки, я стреляла из нее первый раз. Понравилось метать ножи, это было довольно необычно. Но вообще лагерь очень интересный, я его всем советую. Оль, скажи, а что самое интересное было для тебя? Для меня лично одной из самых интересных экскурсий как раз таки была экскурсия в Центр Спас Югория. Нам привозили машины, на которых мы, собственно, катались. Также мы рассматривали их экипировку, весь их инвентарь. Это было очень интересно. И очень понравилась экскурсия в аэропорт. Я посмотрела, как проходит этот контрольно-пропускной пункт, где проверяют паспорта, и это было очень интересно и занимательно. А сколько у вас планируется смен в лагере? У нас планируются 4 смены. Первая смена юноармейская у нас уже закончилась. С сегодняшнего дня у нас началась вторая юноармейская смена, которая также продлится ровно неделю. Далее у нас будут уже смены росгвардейские. Но поверьте мне, это будет не менее насыщенная программа. Здорово! Мне самой захотелось побывать у вас в лагере. Как туда можно попасть? Что нужно для этого сделать? Для этого вам необходимо зайти на сайт школы номер 8, так как организаторами этих палаточных лагерей является 8-я школа. Поэтому можете зайти на этот сайт. Там есть весь пакет документов, контактный телефон мой, позвонить и записаться. Спасибо. Думаю, наши зрители уже открыли сайт 8-й школы и уже в поисках, как же попасть к вам в лагерь. И мне интересно, были такие случаи, когда после смены ребята просились к вам в школу уже непосредственно в кадетские классы? Да. Буквально заканчивалась первая смена. В субботу, когда приезжали родители забирать детей, у нас один из мальчиков изъявил желание стать кадетом, так как он понимает, что организовывал эти лагеря школу номер 8, и половина детей были кадеты, которые были в принципе уже готовы к этим сменам военно-патриотическим, которые понимали, что такое подъем, что такое утренняя физическая зарядка. Такие армейские постулаты, как «равняйсь, смирно, вольно, разойдись», такие, как «разрешите войти», «разрешите выйти». Естественно, для них это было все в новинку, те, которые были из других школ. Они на это посмотрели, им очень понравилось. И вот один из мальчиков изъявил желание поступить в школу номер 8, именно в кадетский класс. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами увидимся на нашей программе ТВЁТВ. ТВЁТВ. Спасибо. Спасибо большое. А теперь заглянем в соцсети. Дмитрий Таланов расскажет нам о самых интересных событиях. Интернет – источник разнообразных новостей, и я нашел для вас самые интересные. В поселке Солнечный старшеклассники высадили аллеи выпускников. В акции также приняли участие ученики 5, 6, 7 и 8 классов. Ребята каждую четверть собирали макулатуру и сдавали ее. Активисты из школьного самоуправления вели рейтинг-классов. На собранные деньги были куплены семена цветов и 15 саженцев липых. Сургутские школьники снялись в программе Малахова. Спевшие гимн России ученики и директор школы номер 46 получили приглашение поучаствовать в съемках программы Андрея Малахова на федеральном канале. Поводом послужил видеоролик, записанный в рамках всероссийского проекта «Наш мир». Сургутянка Лиза Барвинок вошла в пятерку лучших иллюстраторов России. 15-летняя жительница игры победила во всероссийском творческом проекте «Поколение М». Она оказалась в числе пяти лучших юных иллюстраторов России вместе с участниками из Карелии, Оренбурга, Новосибирской и Пензенской области. Победный рисунок Лиза нарисовала на обычном уроке изобразительного искусства. На конкурс «Поколение М» работу отправила ее преподаватель Галина Гафара. В результате художница стала лучшей в номинации иллюстратор, на которую было подано порядка двух тысяч работ со всей России. Сургутская школьница побывала на большом школьном пикнике российского движения «Школьников в Москве». Обучающаяся лицея номер три города Сургута Лилия Мухаммадеева стала одной из 1200 школьников со всей страны, финалистов всероссийских конкурсов и проектов, которые приняли участие в грандиозном мероприятии «Большой школьный пикник». Лиля – победитель регионального и финалист федерального этапа Всероссийской медиашколы российского движения «Школьников» в номинации «Телерадиоведущий». Югорские воспитанники в НХЛ. На драфте Национальной хоккейной лиги выбраны сразу три выпускника детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба «Югра». «Коламбус Блю Джекетс» выбрал Кирилла Марченко, «Вегас Голден Найтс» Ивана Морозова, а «Боссен Брюинс» Павла Шена. Все форварды являются действующими игроками сборных команд России в своих возрастных категориях. Дима, а где сообщения о Дне молодежи в Ханты-Мансийске? Всем твой привет! Я нахожусь на Дне молодежи. Здесь много разнообразных площадок. А спортивных, а творческих. И каждый может найти свою площадку по душе. Давайте теперь посмотрим репортаж с места событий. Увлекательные квесты, тематические игры, мастер-классы, фатозоны, турниры по стрит-воркауту. Кстати, воркаут, меня давно интересовало это направление. Я решил узнать о нем побольше. Настало время прокачать бицепсы. Скажи, что такое воркаут и что это за направление? Воркаут – это спортивное направление, которым может заниматься любой, допустим, человек. Это никакого оборудования не требует. Турники, брусья и, собственно, вес тела. Давно ли ты занимаешься воркаутом? Воркаутом занимаюсь вообще года три. Начиналось, приходил просто подтягивать сначала 10-15 раз. Потом начал изучать уже силовые элементы. В каких соревнованиях может принимать участие в воркауте? Вообще есть три дисциплины. Это получается джимбар, это перепад руками. В какой-то силовой элемент выходят они. И есть силовая фристайла, то есть связка элементов. Ласточка, передний виз, планш, стойка, допустим, на руках. Есть как бы двое горе, это получается подтягивание с плюс 16 килограмм гирей и отжимание на брусьях плюс 32 килограмма. Скажи, какая польза от воркаута? Доступное направление, в каждом дворе есть брусья и турник, достаточно лишь иметь желание. Вы по желанию молодым спортсменам? Всегда заниматься спортом, не бросать. Мотивировать себя и других, ну и младшее поколение. Тут очень классно. И еще тут очень много палаток, с игрушками. И тут проводится много мероприятий. Доведу всем сюда прийти. День молодежи – это прекрасный праздник, на котором можно получить достаточно много эмоций и познакомиться с основными людьми. Например, с голубем. И нечасто с голубя увидишь. Мне очень нравятся подобные мероприятия, потому что здесь проводятся всякие различные мастер-классы, проводятся палатки, различные игрушки. Можно посмотреть концерт. Я считаю, что в нашем городе должны проводить побольше таких веселых мероприятий, чтобы все могли с удовольствием провести свое свободное время. Почитать книгу, поиграть в настольные игры можно на площадке «Литосфера». Ее цель – привлечь к чтению как можно больше людей. Все лето в парке Лосио будет проходить реализация нашего проекта «Открытого пространства в «Литосферах». Здесь вы можете почитать, пообщаться, поиграть в настольные игры, принять участие в наших мастер-классах, концертах и многое другое. Если у вас есть своя идея, которую вы бы хотели реализовать на нашей площадке, мы будем вам безумно рады. Суперское мероприятие, крутая атмосфера. Не сидите дома, выходите, дышите свежим воздухом, наслаждайтесь каждым днем. Такими были эти дни. Шлите нам свои мувики, киношки, фото, постите нам инфо. И это твое ТВ, и именно ты сможешь стать нашим спецкором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин